Добрый день! В эфире православный календарь, программа Якутской епархии. Сегодня мы расскажем. Святыня Якутии. Чудотворный образ в сердце столицы. Православный календарь. День памяти преподобного Амбросия Опкинского. Идем в храм. На вопросы телезрителей отвечает игумен Никон. Александр Гренков, будущий отец Амбросий, родился в ноябре 1812 года в духовной семье села Большие Липовцы Тамбовской епархии. Окончив духовное училище, он затем прошел успешно курс в духовной семинарии. В скором времени ушел в Опкину пустынь и принял монашеский постык. В Опкиной пустыне отец Амбросий перенес тяжелую болезнь, которая навсегда приковала его к постели. Господь даровал ему дар прозорливости. Каждый имел к нему доступ и мог говорить с ним. Петербургский сенатор и старая крестьянка, профессор университета и столичная модница. Соловьев и Достоевский, Леонтьев и Толстой. Так, в течение более 30 лет, изо дня в день, старец Амбросий совершал свой подвиг. Одна из самых старинных церквей Якутска – храм Рождества Пресвятой Богородицы. Это уникальный памятник архитектуры второй половины XVIII века. Сегодня церковь полностью восстановлена. В 2014 году епископ Якутский Еленский роман осветил левый предел. На таинство собрались верующие со всего города. Такого события ждали давно. Сохрани храм сей, даже до скончания века непоколебимо. И я же в нем престол святых святых покажи. Силою действием святаго твоего духа прослави его. Изначально инициаторами строительства Богородицкой церкви стали родственники графини Бестужевой. Как известно, Анна Бестужева была сослана сюда в ссылку. Здесь была и похоронена. Богородицкую церковь относят к XVIII веку. Именно тогда ее начали возводить. Это строительство можно назвать долгостроем. Ведь вторая часть храма была построена значительно позже, уже в XIX веке. И стала третьим каменным зданием в городе Якутске. Само здание с тех времен сохранилось. Но за годы советской власти понесло большие утраты. Были сняты главки с крестами. Разобраны верхние ярусы колокольни. Сбиты декоративные рельефы XVIII века. Но все же архитекторы максимально постарались воссоздать прежний облик Богородицкой церкви. По оставшимся архивным фотографиям. Восстановление храма начинал ныне почивший владыка Зосима. Для нас, жителей города Якутска, должна быть задачей молиться за этот храм. Чтобы тоже был восстановлен. Потому что сегодня празднуем мы не просто день Рождества Пресвятой Богородицы, а престольный праздник этого храма. Когда храм имеет свой престольный день, в этот день мы собираемся на молитву. Конечно, здесь трудно молиться, потому что небо открыто, тут холодно, сыро, неуютно. Но это все равно дом Божий. И мы не можем эти стены бросить. Мы даже стараться, насколько это возможно, положить свои усилия, труды, молитвенные труды, физические труды, чтобы расчистить, навестить здесь порядок. Потому что пока здесь находится место запустения, то и в наших душах, и в наших семьях не может быть порядка. В сентябре 2011 года Богородицкий комплекс был освящен святейшим патриархом московским и всея Руси Кириллом. Дальнейшее восстановление святыни продолжил владыка Роман. Еще многое предстоит сделать. Службы проходят пока в одном из трех пределов. Но самое главное, они регулярные. Есть возможность попасть и на архиерейское богослужение. Архиепископ Якутский Ленский Роман здесь служит часто. Храм Рождества Пресвятой Богородицы имеет многочисленную сплоченную общину. Богородицкий храм – это мой, можно сказать, родной храм. Я освящаю все воскресные богослужения, праздничные. У нас здесь замечательная община сложилась. Я каждое воскресенье прихожу в этот храм. Мне он нравится. Здесь очень хороший настоятель – отец Андрей. Потом много знакомых прихожан у меня здесь. Нравится сама атмосфера этого храма. То, что он такой большой, красивый. Надеюсь, будет еще красивее. Наша Яхутия находится под покровом Богородицы. И это мы чувствуем. Есть в храме и свои святыни. Одна из самых почитаемых – образ Божьей Матери и Умиления. По преданию, она была привезена графиней Бестужевой. Менялись времена, но святыня постоянно пребывала в городе Якутске. В советское время, когда на территории Якутии оставалась одна единственная церковь, почитаемый образ находился там. Словно сама Богородица хранила наш город. В 90-е годы прошлого века икону решили отреставрировать. Зоя Щербакова в те годы занималась организацией этого процесса. Тогда это было очень сложно. Союз распался на множество государств, и границы были закрыты. Не хватало красок и особенного клея. Все материалы собирала община по крупицам. Икону несколько раз пытались отправить в Москву. Но она то терялась, тот чудесным образом находилась вновь. Икона словно не хотела покидать Якутию. Но община не теряла надежды. Молились, чтобы любимый, почитаемый образ Пресвятой Богородицы был восстановлен. Наконец, нашелся мастер. Приезжал художник Валюк, мы там восстанавливали церковь, и он ее отреставрировал. Мы набрали все эти материалы нужны были, все эти клеи. Когда ее привезли, она была такая темная, вы знаете, черная. Я думаю, боже мой, это не наша икона. Вот мы молились и молились. Кафе-то читали. Вы знаете, она стала осветляться. В Богородице, когда реставрация началась, еще развалины были, ее приносили, и мы тут молились. Счастливый венец усилий множество людей. По решению владыки Романа, возрожденный образ, заключенный в новый золоченый киот, решено было определить на постоянное место в храм, рядом с которым когда-то нашла последнее упокоение и ее владелица, графиня Анна Бестужева. Чудотворный образ, хранивший наш город на протяжении трех веков, сегодня доступен для всех. Еженедельно перед образом Божией Матери и умиления совершается акафист. Сегодняшнее акафистное пение – это есть своего рода возобновление церковного почитания этого образа. В 20 веке многие иконы, как и эта икона, считали с утраченными Господь удивительными событиями через помощь добрых людей, через иные откровения возвращалась святыня нашему народу. Такая же участь постигла и образ Божией Матери и умиления, перед которым сегодня мы молились и будем совершать акафистное пение каждую среду. Благословением архиепископа якутского иллинского романа. С одной стороны, чтобы всегда помнить ту уже многовековую историю православия в Якутии, связанную в том числе и с святынями. Во всяком народе, особенно христианском народе, всегда в истории народа, духовной истории, религиозной истории, образ Божией Матери всегда являлся и краеугольным камнем, и неким образцом, наверное, правильного духовного развития. В любой стране христианской мы видим, что почитание Божией Матери всегда имело не просто свое собственное место, но место, которое часто вдохновляло, направляло не только людей верующих, но и людей культуры, искусства. Такие святыни хранит в себе одна из древнейших церквей города Якутска. Храм Рождества Пресвятой Богородицы находится на территории Богородицкого комплекса на въезде в город Якутск, открывая исторический архитектурный ансамбль. История города и история православия здесь тесно перепрелись. К нам в редакцию продолжают поступать вопросы. Телезрители спрашивают, как церковь относится к приметам. Здесь нам поможет Игумен Никон. Конечно же, никакого отношения церковь к приметам не имеет. Все это выдумки, основанные, возможно, на страхах или иных обстоятельствах, часто на незнании человека по отношению к тем событиям, которые он может просто не понимать. Будь то древние приметы или современные боязни, все это те обстоятельства, которые человека не делают ближе к Богу. В Священной Писании нас учат бояться одного – греха, потому что грех нас разделяет с Богом. А все остальное для человека верующего, нам говорит апостол Павел, ничто. Начало радости – быть довольным своим положением. Преподобная Амросий Оптинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова